Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок! Сегодня мы с вами поговорим о профилактике морозобоин. И вообще, что нужно сделать сейчас, в сентябре месяце, пока тепло, пока стоит сухая погода и пока нет осадков. Многие люди говорят, что плохая краска садовая не держится и так далее. Это происходит не потому, что садовая краска плохая. Сейчас уровень технологии возрос во много крат. И практически на рынке нет некачественных продуктов. Единственная ошибка многих – то, что делают покраску не в то время, не при том температурном режиме. Ограничение для покраски плюс 8 градусов. Если температура ниже плюс 8, красить не стоит. Вообще, чем теплее, тем лучше и желательно, чтобы после покраски деревьев не было два дня дождя. Для чего делается покраска? Для профилактики опасны возвратные заморозки. Возвратные заморозки происходят в феврале и марте месяце, тогда, когда еще на улице холодно, но солнце уже активное, и кора прогревается. Начинается сокодвижение. В основном, если вы проследите по собственному участку, то в основном морозобоины располагаются на южной и даже больше на юго-западной стороне. Именно в это время прогревается кора и начинается сокодвижение. Потом солнце садится, возвращаются заморозки, кристаллы льда замерзают внутри коры и внутри древесины, и начинают разрывать кору. Особенно страдают молодые деревья. И вот покраска нужна именно для этого. Вот вы видите старое дерево. Ему приблизительно лет около 50 лет. Не знаю точно, но около 50 лет. И вот когда-то, когда оно было еще совершенно юным, оно подмерзло в сердцевине, и сердцевина потихонечку начинает отмерзать. Оно еще нормально развивается, но эстетически оно, конечно, выглядит некрасиво. Мало того, сюда попадают осадки, и процесс продолжается. Чтобы этого избежать и отремонтировать, так скажем, дерево, мы можем сделать такую своеобразную замазку. Здесь у нас идет дыра, здесь выше еще есть тоже небольшая дыра, и здесь внизу дыра. И вот все это нам, по идее, нужно очистить от отмерзшей древесины и туда уже вложить смесь специальную. По смеси мы поговорим потом. Ну и вот сейчас я начинаю отрезать отмерзшую древесину. Итак, для приготовления смеси для заделки нам понадобится вода, глина, потом у меня есть льно костра, но можно использовать солому любую, у кого что есть, и либо окись кальция, либо гидроксид кальция. Гидроксид кальция – это строительная известь, и гидроксид кальция у нас даже предпочтительен, потому что с оксидом кальция нужно работать осторожно. Значит, по правилам всегда все сухие порошки, все сухие смеси всыпаются в воду, а не наоборот. Поэтому вот это важный момент. И после приготовления молочка будем вливать в глину. Размешиваем до однородной массы для того, чтобы потом с этой смесью можно было работать. Смесь у нас в итоге должна получиться в консистенции густой сметаны. В эту болтушку можно еще добавить медный купорос, но так как у нас не оказалось медного купороса, можно обойтись и без него. И я всыпаю льно костру, она у меня частично уже влажная, частично еще сухая. Тоже это все размешиваем. И потом можно еще будет добавить солому. Значит, если взять массовые доли, то у меня здесь было глины, килограмма три. И 200 граммов оксида кальция. Ну, можно сюда добавить, допустим, 50 граммов медного купороса. Ну и вот потихонечку мы заполняем, вот эту вот полость набиваем так, чтобы у нас плотно уложилось. Можно немножко больше глины еще добавить, потому что все зависит от каждого конкретного состояния каждого материала. Ну вот мы практически заделали дупла, да, то есть вот все эти дырки, вот четыре маленькие дупла здесь, здесь мы заделали. Сейчас нам нужно подождать дня два-три, чтобы оно немножко подсохло. Сверху можно еще глиной, ну опять-таки с известью и чуть-чуть только поменьше уже, либо соломы и мелко изрубленной, побольше весовая часть глины, чтобы это так сравнять, да. И потом уже, когда это посохнет, в сухую хорошую погоду, желательно при достаточно высокой температуре, чтобы однозначно было, чем выше, тем лучше, но выше, чем плюс 8 градусов. Заделывайте, значит, гладенько, можно красиво сравнять так, чтобы будет незаметно, что вы здесь сделали ремонт. И потом, значит, покрасить ствол дерева, и будет у вас красивое нарядное дерево. Ну вот, собственно говоря, я призываю вас следовать моим рекомендациям. Ну а дальше давайте я покажу вам последствия возвратных заморозков, как это проявляется на деревьях. Ну вот сейчас мы как раз находимся возле дерева алычи. Алыча дикая, мелкоплодная, желтенькая. И здесь как раз очень хорошо видны морозобойны. Вот видите, здесь когда-то удалили сучок не до конца, неправильно. И он рос, и наличие сучка, и возвратные заморозки спровоцировали. И вот как раз это юго-западная сторона. Вот видите, но на этом дереве есть и с южной стороны тоже морозобойно. То есть, когда оно было юное, здесь ткани-то хорошо заросли. И вот дерево покрашено было два года назад, уже второй год стоит оно. И покраска смылась, и два такой белесый оттенка есть. Но вот видите, тем не менее, видно, что дерево было покрашено. И, значит, оно краску удерживает хорошо. Естественно, молодые деревья, это уже постарше дерева. Молодые деревья растут интенсивно. И молодые деревья нужно, для молодых деревьев это особенно важно. И молодые деревья нужно красить чаще. И вот видите, еще вот такие вот трещины. Это уже другая причина. Это происходит сейчас, вот летом. Значит, дерево после засухи испытывает стресс. Начинают идти дожди, проливные, много осадков. И активное обильное поступление, и вторичный рост начинается. И вот тогда начинает рвать кору. Ну, такие вот трещинки. Они, если посмотреть внимательно, то там будет ткань такая заросшая. То есть, это не сами по себе трещины. Там даже как бы инфекционных начал нету. Потому что каллюс тогда активный очень, и он активно делится, и эти рамки зарастают. Но так как трещинка есть, там, естественно, туда и вредители будут стремиться попасть. Поэтому лучше это все покрасить. И сейчас как раз вот это время. Сегодня мы красить не будем. Но почему не будем? Потому что сегодня вот пока день держится без дождей. Но вечером, где-то так к 8 часам вечера обещают дождь. А нам нужно, чтобы два дня было сухо. Поэтому вот сегодня мы красить не будем. Ну, а так вообще нужно, значит, стараться как можно раньше покрасить. То есть, это сентябрь месяц. И стараться красить все. И особенно развилки. Особенно, ну, острых углов лучше избегать. Но все развилки тоже нужно прокрашивать для того, чтобы не было вот этих вот во время возвратных заморозков морозобойных, когда растрескивается кора. А растрескивается кора, уже в феврале, марте месяце летают споры всевозможных грибов. И вот этих пару часов солнца будет достаточно для того, чтобы спора проросла. Естественно, она активно не будет размножаться, грибница, пока холодно. Но потом, когда придет май месяц, станет совершенно тепло, грибы начнут прорастать. Вот поэтому, значит, я призываю вас всех делать это вовремя. И запомните самое важное, что весенняя покраска деревьев – это сугубо эстетическое дело. Красить деревья нужно осенью. И желательно это делать в августе, в сентябре месяце, пока тепло. До новых встреч на канале Процветок. Подписывайтесь и ждем ваших отзывов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова